Валентина Юрьевна, это вы так вот ходите? Да, это вот так я хожу после операции, после спасения ног моих. И как же вы так справляетесь? Как я справляюсь? Ну как соседка приходит, помогает, надо ей еще позвонить. Я ей сказала, говорю, приди, сейчас ко мне корреспондентация приедет. Ну вот чайник у меня стоит сама, потом, что продукты вот мне, с кем сын мой жил, какого сейчас отслежки не дают, привозила в субботу там, ну опять они какие, это все бомжовка, вот это вот сухпай вот этот вот. Ну соседка мне еще таскает, чего сварит, там щи горяченького принесет, водички в баклажках, помойку там вынесет, вот еще. Подниматься вы вообще не можете, да? Я могу, только я вам выкажу сейчас, я вот как могу. Как могу, так и это вывезти, сейчас я вам выкажу все. Хадульки, это вам сын? Да, сын, сын, все, все сын, а кто же? Он у вас один? Да, один, один единственный. Сейчас вот мы настроим, раз, если не спешите, два, три. Вот ты все, вот, вот как, на полностью, вот, все, на ноги не становлюсь, вот, все, все, вся моя жизнь. У вас какие-то пожары были здесь, да? Ну да, виновата я сама в этом пожаре. Ну с кем не бывает, черт не шутит. Загорелся дом у вас, да, получается? Ну да, я ногами начала тушить. Так, а давно это случилось? Это случилось, конец мая начало, я два месяца пролежала в больнице. Этого года? Да, этого года. 30 мая. В конце мая, я, короче, весь июнь, весь июль, 2 августа я только выписывалась из больницы. Врачи, раз вы не ходите, инвалидность какую-то... Ничего они мне инвалидность не дают. Они мне выпьют, тут я вызывала терапевта своего, он мне сказал, разрабатывай ноги. То есть они не видят в этом инвалидность или что? Почему? Разрабатывайте, мне сказали, ноги. Вот, я вызывала, потому что у меня ноги огнем сильно горят, бурятские, вон сколько таблеток перепила, ничего не берет. Мне сказали, добивайся лечения. Вот, когда вызывала я терапевта своего, приходила соседка, говорит, отправьте ее в этот центр реабилитационный у нас есть. Она сказала, там только ходячие, она не ходячая, кто с ней будет? Сиделку нанимать, нужны деньги. Понятно. В общем, инвалидность, про инвалидность врачи пока... Это инвалидность признают, надо еще 4 месяца в больнице поваляться. Понятно. Тогда признают инвалидность. В ближайшее время я знаю, что у вас операция какая-то должна быть или нет? Да пока нет. Пока нет. Ну, получается, с лета вы пытаетесь как-то расходиться, но не получается. Ну, вот так, вот у меня не получается. Вот, пока разрабатываю, 2 месяца не получается. И что, получается, сын, его забрали, да, и у вас помощи никакой, да? Ну, мы с мужем разведены. У меня нет уж штампа в паспорте, но есть постановление, что я разведенная. Он сказал, у тебя есть один единственный сын, вот он сказал, и с ним вопрос все решайте, добивайтесь, я тут при чем? Вот, весь его ответ. Сына когда мобилизовали? Так, 24-го. Нет, 24-го. Ну, это просто единственный ваш помощник был, правильно? Ну, да, единственный помощник. Я говорю, и вот они не посмотрели. Даже вот сегодня были сельской администрацией. Я говорю, вот отсрочку дайте отсрочку сыну хотя бы. Он вот не успел рамы вторые поставить мне, дровно готовить. Что, хотя бы вот это вот было бы. Галина Юрьевна, ну что у вас, какие опасения, что вы переживаете, за что? Вот, что не справитесь сама или... Конечно, я не справлюсь сама. Нет, вообще нет, средства существует. У меня нет, средства, на что я вот теперь буду существовать. Они мне предложили, сельская наша администрация, лечь в больницу, да, тепло, пока тепло полет. Я говорю, а вы не подумали, что он пьет? Алкашей сюда водит. Сын сколько раз гонял их. Сейчас вот сын ремонт, вот видите, вот все сделал. Холодильник новый вот этот, все могут вынести, замки повезти. Да, замок можно избить. И не топлено, как вот тут не топлено? Не топлено вот сейчас все это, неделю не потопишь. Ну, топить печку вы сами не можете, да? Почему? Я могу. Я имею в виду колод, дрова. Колод не могу я, вот если вот готовых мне принести, дрова, это я все натоплю со мной. Но их нужно еще и купить. Приезжаю, вот чайник, беру к ведру, наливаю воду, кружка, вот они кружки, я их и не прячу, специально ставлю. Наливаю воду, допустим, вот. Сейчас кипит, завариваю, так же вот чай беру, сахар вот, вот так все. И делаю. Галина Юрьевна, а чем питаетесь, говорите, последние приема? Ой, так, по-моему, у меня консервы есть, икра, и башковые есть. Потом. Соседка, вы говорите? Бомжовка. Катя вот привозила мне тут печенье, хлеб, батон. Там что мне, сын, колбаса, сметана, такая копченая колбаса. Яйца у меня есть, масло подсолнечное, переменю. Насколько это хватит запас, вы не знаете. Ну да, я не знаю, насколько это запас хватит. Сами, наверное, вы не дойдете до магазина. Ну, конечно, не дойдет. И ходить еще. Спасибо. 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 Спасибо.